Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Спрашивают некоторые о моих устройствах, которые я использую на своих огородно-полевых работах. И, надо сказать, их не так и много, но мне нравится обустраивать свою деятельность крестьянскую какими-то изобретениями. Я вам неоднократно говорил, что изобретательство – это одно из благодатных даров Господа человеку. То есть человек становится творческий, когда получает дар Духа Святаго, и это творчество должно реализовать какую-то полезную. Я вам рассказывал, что у меня такой полезной деятельностью действительно с детства, можно так сказать, изобретательство являлось. В детстве я изобретал какие-то машинки, вертолётики, телефончики и всякое такое. Ну а потом какое-то время я работал на комбинате «Большевик» в Родниках в отдел главного механика. И там была специальная электрослесарная мастерская, в которой создавали всякие приспособления, всякие улучшения и всякие рационализаторские предложения. Реализовали, которые на этом комбинате появлялись. Вот я после школы оказался в этой бригаде. Василий Иванович Шайкин её возглавлял. И я скажу, во-первых, это один из первых моих учителей, потому что оказался человек просто какого-то удивительного характера. И если до этого я всё сталкивался уже с учителями, с тем, что они неприязненно ко мне относятся, с тем, что они меня гонят, с тем, что они мне ставят плохие оценки за изобретательство. А изобретательство... Ну в школе вот, правда, не изобрёл, а просто попробовал то, что написали где-то кто-то, что если взять мокрую бумажку, завернуть лампочки с этой мокрой бумажкой, то когда их включат, они нагреваются, бумажка сохнет, и потом лампочки начинают поодиночке отключаться. Вот. Я такое проделал на уроке в физкабинете. Ну, учитель физики был очень недоволен, когда лампочки погасли, а после и выяснилось, кто это сделал. Но тогда он только ещё так стал ко мне неприязненно относиться. Самая большая неприятность случилась, когда мы собирали радиоприёмник из маленьких деталечек. Вот такие маленькие радиоприёмнички. А я уже был радиолюбителем. И я из этих деталей собрал радиопередатчик. И вот так сижу, так вот передаю, ну, так смеюсь в наушниках, что-то, алё, алё, приём, приём, вот это, вот это. В общем, соседу показал, как принимает. Мой приёмник, его приёмник помог соседу. А он ходил, смотрел, смотрел, всем помогал собирать эти приёмники. Потом увидел, что я как-то так балуюсь. Подошёл к своему столу и нашёл, как я передаю. Ой! А в то время передача, значит, по радиоприёмнику наказывала полиции, милиции. Ну, милиции тогда была. Изымали оборудование, если вдруг находили такого радиолюбителя. Меня изымали однажды оборудование всё дома. Дома я такое устроил. Пришли и всё забрали. Ну, правда, отдали после. Извинился и пообещал, что больше не буду. А он так напугался, что вот мог кто-то засечь, а там тогда были засекающие станции и всё остальное, и у него отобрать это оборудование в физкабинете, что стал мне ставить одни тройки. Одни тройки. Спасло меня то, что он заболел, ушёл на больничный, а пришла учительница новая, а у меня за четверть вообще ни одной оценки. И она меня решила спросить. И выставила сразу три пятёрки, почему мне за год пришло ставить четвёрку. Ну, ладно, я не об этом. Я о том, что вы спрашиваете о моих изобретениях, о моих изобретательствах. И я скажу, что не так-то уж их и много. Большинство их сейчас в работе на канале, где какие-то придумываю камеры, какие-то к ним держалки, какие-то, значит. Вам-то это незаметно, вам просто удобно всё это смотреть. А у меня, конечно, там очень большая деятельность идёт. И я благодарю, что вы помогаете этой деятельности. Ну, а на огороде у меня стало одно из главных моих больших дел. Это облегчить трудную работу. Трудную работу. И вот для этого, ну, я купил электролебёдку. У меня есть культиватор. Но культиватор оказался очень слабенький. Ну, в то время только такие были. Купил я электрокультиватор. И это время, это сколько? Ну, лет 15 уже, наверное, назад. Если не больше, я его взял. Очень я доволен ему. Он культивирует-то хорошо. Он так вот траву выбивает. Помогает перед посадкой картошки сделать землю. Лёгкая. А потом я прохожу. Чем прохожу? А вот здесь как раз этот вопрос я вам и хотел посвятить. Потому что для того, чтобы пахать, например, у меня есть плуг. Плуг. Который крепится вот в такую держалку. Я вам попозже покажу, что это за держалка. Вот здесь есть прорезь, есть болтик. Вставляешь и он тащит у меня электролебёдка. А вот этот плуг. И можно пахать. Но правда, честно скажу, не так-то уж он мне часто и пригодится. Ожидается, потому что удобнее оказалось сделать какие-то борозки, например, вот таким. Это вроде как бы такой полужок, чтобы срезать траву, пройтись неглубоко. И тогда ты все корни отрываешь. Но мне не показалось, что он полезный. И очень не широкий он такой получается. Не очень это. И смотрите, я его перерезал и вот так сделал. Теперь он, когда я его тащу, он вот так стоит и делает ямку. Вот такой глубины ямку он нам сделал. И мы посадили в неё картошку. По полю сделал. Но ещё интересней, я купил вот такой окучиватель, который на самом деле вот для картошки и плугом, и окучителем, и заваливать им удобно картошку. И он, конечно, мне помогает. В этом году я уже его использовал. До этого у меня был другой окучиватель. Был вот такой раскладной. И им якобы можно было регулировать шире ямку, глубже ямку или какую-то сторону одну выдвигаешь. Она на эту сторону валит, она на эту не валит. Но с ним беда произошла. Лебёдка такая мощная, что вот он застрял в корнях дерева и выгнуло его весь. Я уж калачу, калачу, прямлю, прямлю, ничего не получается. Поэтому так он перестал быть у меня в работе. Стоит, дожидается. Я хочу его на пресно хороший отнести и там его спрессовать. Но в этом году приобрёл ещё вот такой окучиватель. Барана такая из этих, из колец. И я вам скажу, что она мне вполне понравилась. Вполне мы вот тем оранжевым сделали углубление, в которое бросили картошку. А потом этой бараной прошлись, закопали её и маленькой такой сделали гребень, в котором эта картошка осталась. Картошке же нужен гребень сразу. Картошка же вверх растёт. Все картофели, они в верхней части. Ниже той картошки, которую вы посадите, не бывает картошки. Вот это знайте. Поэтому сначала сажайте поглубже, сантиметров 15 можно сажать, поскольку она только вверх растёт. А потом создавайте вот эти гребни. При этом я всегда говорю, не спешите сажать картошку. Мы посадили в этот раз 10 июня. И что после 10 июня? Ещё снег шёл. Ну, правда, вся картошка взошла. Сегодня у меня стоит задача маленечко передела. Вот этот аппарат, видите, я вам показывал, что я его сделал. И несколько лет он у меня был с одной лыжей посередине. С одной. Но одна лыжа, она же едет по картофелю, когда ты тащишь. Поэтому в этом году я сделал с двумя лыжами. При этом, ещё раз повторяю, никакого смысла нет в каких-то колёсиках или не колёсиках. Если такой толщины колёсики переделаете, они очень широкие получаются и тяжёлые. А вот такие лыжи, это лыжи для самокатиков детских. Ну, вот такие есть эти. Вот такие лыжи очень твёрдо держатся. Они прочные. И они сильно не жмут на землю. Потому что, видите, какой у него получается это. При этом они легко скользят по этой земле. И всё обходит и прекрасно работает. Так вот, поставил две лыжи. Теперь над этой еду лункой или бороздой, в которой посадили картофель. И закапываю. Закапываю вот, я вам говорю, вот этими. Вот этими. Но, что получилось? Получилось-то, они, конечно, для тяжёлого такого, где опускается, ну, тракторишки такого. И есть тяжесть. А мне приходится на них сильно нажимать. Чтобы они вот, вот я его ставлю вот так. Оно собирает землю и там выдаёт этот. Мне приходится сильно нажимать. А я приспособил к нажатию вот сюда его. Вот так вставляю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Для того, чтобы все это делать, для того, чтобы все это иметь, я приобрел сварку сам. До этого я ездил все время, просил ребят, здесь сварите, здесь сварите. А просить много нельзя, потому что они все рабочие. А платить мне особенно, конечно, им нечем. Поэтому я купил такой аппарат. И сейчас мы пришли с вами к очень серьезному вопросу. Аппарат оказался, ну, видимо, можно им работать, если человек очень опытный. Если он, наверное, имеет такую большую практику сварочную. Я когда-то имел, но это было 74-й, 75-й, 78-й. Ну, то есть в 80-м году это 40 лет назад. 40 с лишним лет назад. Я варил. И как бы неплохо варил. Но тогда был большой аппарат, там все, такие они были огромные. Там все накручиваешь, все это. Очень тонкая такая была настройка. У этого, видимо, тоже есть неплохая настройка. И, видимо, можно им каким-то образом неплохо варить. Но у меня не очень получается. Специалисты, те, кто знает, что такое сварка, увидев мою сварку, скажут, Ну, ты, батюшка, значит, не мастер. Вчера был один здесь мастер, который действительно, я ему показал. Показал, как там дыры выжигают, и они у меня не того размера получаются, чем мне нужно. А он прямо и говорит, да, отец Михаил, таким аппаратом ты хорошо не сделаешь. И я весь этот разговор затеял для того, чтобы попросить вас помочь мне купить новый сварочный аппарат. Они недорогие. Этот я по какому-то, значит, распродаже, по-моему, за 6 тысяч купил. За 6 тысяч. Но он говорит, нет, эти и дороже чуть купишь. Вот они, это обычные, домашние, и ты ими толком не сможешь. Во-первых, у нас скачет напряжение, то есть он там, сосед, начнет варить, напряжение другое. Я вчера варил там на 60, например, тут, единицах, а сегодня уже не будет. В общем, ладно, чего разговаривать, я вас прошу, помогите мне купить аппарат сварочный подороже и получше. Я хочу, конечно, полуавтомат. Я вижу, как он работает, как это. Надеюсь, что я с ним справлюсь, потому что он полуавтомат. Мне так специалист и сказал, что да, что там, то же самое, только он сам хорошо варит. И поэтому, обращаясь к вам, знаю, что вы поможете. Единственное, что напишите в смсках, когда будете посылать, на сварочный аппарат. И я буду понимать, что вы прислали. А сегодня у меня стоит задача, так как мы закапывали, можно так сказать, узким, делали. Стоит задача расширить эти колесика. Здесь специально сделана прокладка, которую вынимаешь и сдвигаешь колесо сюда, и получается расширенное. Ой, слушайте, а, видимо, это несложно и будет сделать. Во! Во! Я прямо рукой. Все, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо вам заранее за помощь. Я тогда сейчас буду настраивать, а потом вам сниму, как это все работает. Здоровья вам всем, радости, аминь. Опа, нет, сюда надо шайбу. Иначе она сорвет. Все, поеду в магазин за шайбой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...